Всем привет, с вами Егор Ярушин, и перед тем, как, собственно, говорить на ту тему, про которую я сегодня хочу говорить, я очень хочу попросить вас посмотреть наш новый клип на песню Trust Fall. Если вы его еще не видели, я поставлю свои, ваши, точнее, любимые растяжки на весь видос, поэтому можете кликнуть где угодно, и, по-моему, у YouTube сейчас функция вот здесь вот, короче, писать, ну, то есть ставить ссылочку такую, вы на нее кликните и попадете, собственно, сразу на этот клип. Для тех, кто смотрел уже, для тех, кто поставил большой палец вверх, написал комментарий, им огромное спасибо. Для тех, кто нет, для тех, кто пришел из-за названия вот этого конкретного видоса, скорее, скорее, бегите туда, чтобы написать, там, какой я завистник, как я ничего не добился. Ну, в общем, классическая вот эта вот ваша тема, ну, и при этом создайте трафик, да, рейтинги, статистики, там, и так далее, как обычно. Большое вам за это спасибо, и, собственно, начинаем. Да, начать это видео я хотел бы с того, что музыкальным элитистом я был не всегда, далеко не всегда. Буквально пару лет назад, в 2009 году, я слушал брейкдауны, я слушал такие группы, как Attack Attack, я слушал WoWizMe, я слушал, кто что-то, значит, тогда был популярным, Abandon All Ships, по-моему, были популярны тогда. Вот эти вот танцульки, короче, с брейками, которые почему-то по непонятной причине начал кто-то когда-то называть постхардкором, несмотря на то, что, как бы, с постхардкором это вообще ничего общего не имеет, но про это, я думаю, я отдельный видос запишу когда-нибудь. Вот, я слушал вот это вот все, но творчество группы Asking Alexandria мне не нравилось никогда. Я не совсем уверен, в чем самая главная причина того, что оно мне не нравилось, но я думаю, что это было связано с тем, что вот я заметил на первом альбоме, который, Stand Up and Scream, который я пытался действительно послушать и, типа, попытался полюбить, потому что, ну, все, конечно, просто сходили с ума по этой группе. Я помню там несколько песен, которые были прямо, то есть, ну, то есть там менялась гамма, например, посреди песни, для того, чтобы перейти на электронику, они полностью меняли гамму. И это звучало, типа, как-то, ну, действительно, как будто сделали на коленке, как будто вообще не разбирались в музыке, а это при этом пацаны записывали альбом со Стержесом там. Также, конечно, главный сингл с этого альбома Final Episode, это, по сути, просто песня, то есть, у которой настолько, настолько элементарная структура. То есть, это песня, которую мог написать, могла написать моя сестра, например, которой на тот момент было, по-моему, 6 лет. То есть, там, как бы, есть один брейкдаун, один ревочок простой, потом брейкдаун, электроника и всё. То есть, как бы, это вообще ничто. Вот, когда вышел второй альбом, Restless and Relentless, по-моему, так-то так, или Reckless, вот, Reckless and Relentless, по-моему, он так назывался. Там была одна песня, которая мне понравилась. Это была песня Someone Somewhere, потому что к тому моменту я уже начал слушать более такое нормальное музло, которое я, например, до сих пор слушаю и сейчас. Поэтому, да, ну, то есть, вот эта вот одна песня мне действительно зашла, но потом я посмотрел пару лайвов и, как бы... Когда вышел третий альбом, я уже, то есть, плотно там слушал уже полностью нормальное музлое. Я начал слушать Dance Given Dance, там, и Морозу. Я уже был огромным фанатом Мороза к тому моменту. Начал слушать, там, настоящий пост-хардкор, вернулся, там, к прослушиванию Refused, там, Фугации, таких вот команд. Так что этот альбом вообще, как бы, прошел меня стороной. Он мне был не особо интересен. С него я, по сути, слышал только Death of Me, ну, и, наверное, все. А, еще Run Free, по-моему, тоже с этого альбома. Вот ее я тоже слышал. В любом случае, ничего из этого меня не впечатлило. И я, как бы, то есть, ну, не особо меня интересовала эта команда. Не особо я к ней проявлял хотя бы какие-то чувства до того, как, то есть, ушел в Арсноп, и вместо него взяли Шафара. Да, с того момента эта группа меня, конечно, начала меня немножко интересовать, потому что, разумеется, у меня припекло из-за того, что тогда взяли Шафара. Потому что, ну, Шафар — это автотюнчик номер один. Ну, в общем, короче, вы знаете, вы знаете мое мнение по поводу этого всего вопроса. Если вы его не знаете, напишите «Ярушин Шафар» просто в YouTube. И я думаю, что вы увидите очень много, короче, разных результатов, которые смогут ответить вам на все вопросы. Однако, потом кое-что изменилось. Но перед тем, как я расскажу вам, что изменилось, я очень советую вам посмотреть, прочекать канал Вовы Вечного, моего хорошего друга, который, как бы, недавно мне очень-очень сильно помог. Вова, он видеоблогер, он делает, то есть, такой контент на злобу дня, рассказывает про какие-то темы, которые, то есть, ну, о наболевшем такое. Ну, короче, и остросоциальные темы, и музыкальные темы, у него, короче, все темы есть на канале. Обязательно прочекайте, я думаю, что вам может быть интересно. Да, самая первая ссылочка в описании, Вова Вечный, у него, кстати, даже ролик с двумя миллионами просмотров есть, про то, как он сделал бассейн у себя в квартире, поэтому обязательно чекните его, вот. Так вот, как я уже сказал, во время первого альбома меня они не заинтересовали, во время второго альбома они меня не заинтересовали, во время третьего не заинтересовали, во время, значит, Шафара, разумеется, меня не заинтересовали, потому что мне казалось, что это вообще альбом, который на коленочке написан, просто, то есть, ну, не знаю, мне казалось, что они писали, знаешь, а им кто-то так делает, ну, давай, 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 пиши. Но когда выгнали Шафара, я каким-то образом случайно, случайно попал на один из лайвов на ютубе, просто я, то есть, сидел на ютубе, и я посмотрел один из лайвов «Возвращение Дэнни». То есть, песня, которая там была, она, конечно, мне ничего не сказала, я не помню такой песни, там, и так далее. Наверное, это была популярная песня, потому что все скакали, а Аки просто сумасшедшие. Когда он, там, пьяный, со сцены падал несколько лет назад, разумеется, ну, то есть, это никого не может, там, тронуть, там, до глубины души. Потом, когда он уже слушал, там, рок-н-ролла, они все еще играли металл-кор, и он начал, ну, просто, ну, на отъебись, там, на вот это вот делать, вместо всего, там, вместо всего вокала, вместо экстрима, вместо чистого, это, разумеется, меня тоже, как бы, не особо колыхнуло, да. Шафар, который пел под фанеру свои пачки, а, значит, пачки Дэнни под, ну, половичную фанеру, то есть, у него были подложки на 50%, на 50% он, типа, что-то там вокалил. Это тоже меня не заинтересовало. Однако, меня очень сильно заинтересовало именно вот это возвращение Дэнни, он пурыгает, он экстримит, то есть, как будто, вот, все то, что он говорил насчет того, что вот, значит, типа, то, что играет эта группа, это меня больше не интересует, я вот лучше country с американским акцентом буду играть, как будто вот это все просто рукой сняло, и вот просто чувак вернулся домой. Это на самом деле вдохновляет, это в каком-то, в каком-то смысле вдохновило меня на то, чтобы подумать о возвращении Марины, например, возвращении к брейкам и к электронике, к тому, что вы называете его с хардкором. Я не знаю, я сейчас как раз думаю по этому поводу, я еще ничего не могу сказать точно, но, да, и вот я уже слышал какие-то слухи, и их распространяют в основном паблике ВКонтакте, то есть, русские или люди, сенгешники, короче, распространяют эти слухи, но я слышал, да, уже слухи, читал точнее о том, что якобы Дэнни вернулся только на время тура, потом, значит, уйдет, они уже нашли какого-то из Австралии вокалиста нового, якобы это Бен сказал в каком-то там интервью. Я не уверен, что это так, более того, я не думаю, что это так, потому что мне кажется, что Дэнни захочет остаться, и пацаны, безусловно, тоже будут не против того, чтобы он остался, потому что мне кажется, что они вот сейчас вот ровно как часы работают, сейчас все отлично. А с вами был Егор Ирушин, вот так вот я не пересел, то есть с одного стула на другое, я просто действительно был удивлен, очень приятно удивлен переменой Васконька Александрея, то есть музыка, то есть это все еще не моя музыка, но вот с таким вот лайвом, да, с такой вот энергией и напором имеет право на существование однозначно. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и да, пока.